ребята привет за камера еврей с вами жека здесь наши инстаграмы я тут почитал ваши комментарии и знаете я понял то что вы хотите услышать историю о том как мы с евреем познакомились и сейчас я вам короче расскажу все вообще все раскрою всю нашу подноготную канала как мы снимаем на чем мы снимаем что мы делаем и конечно же история нашего знакомства в принципе вообще если ты хочешь заняться видеоблогерством если просто хочешь снимать какие-то видяхи первое что тебе нужно эта камера мы снимаем на беззеркалку которая называется sony next 3m дешевая беззеркальная конечно если смотреть каких-то топовых блогеров у них там последние джа шики какие-то за полмиллиона объективчики гигантский нет мы как бы ребята простые близкие к народу денег дофига не имеем с канала как вы думаете так что вот пожалуйста с виду это вообще какая-то простая мыльница но если туда поставить объективчик гелио 44 2 то получаются весьма даже неплохие кадры а этот объектив знаете сколько стоит его можно купить на авито рублей за 200-400 это советский объектив все полностью вручную настраиваться так что если немножко быть с руками совсем немножко быть с руками все будет хорошо в комплекте с этой камерой стандартном наборе шел объективчик 1650 вот такой вот стандартный широкоугольный как вы сейчас видите вот мы сейчас снимаем именно на него также в нашем съемочном комплекте еще есть gopro hero 3 white да это старая модель я покупал еще года четыре наверно назад когда мы только начинали заниматься видеоблогерством когда вот мы только-только вот даже пять лет назад ее купил она тогда была еще такая более-менее новая все-таки уау gopro ха круто но такое качество сейчас убогое если сравнить вот даже вот именно вот с этой камерой но она нам нужна за счет своего компактного размера мы носим ее в всякие конторы для скрытой съемки ставим ее как скрытую камеру очень вообще хороший вариант весь звук у нас пишется на диктофон sony px 333 вот я сейчас держу в руках и без всякой петлички на него записывают звук знаете почему без петлички потому что не могу найти нормальную бюджетную петличку у нас конечно есть много петличек вот в частности свер самый простой петличный микрофон 250 300 рублей стоит такое днище он так порой звук запарывает вот я прям вообще не знаю нет конечно есть варианты по 15 тысяч но блин это пол цены камеры типа нафиг надо также еще в нашем видеоблогерском наборе есть вторая камера мы брали давным-давно тоже четыре года назад для съемки пранков она называется canon legro hf 26 когда надо тебе где-то незаметно снять что-то там очень-очень далеко в каком торговом центре это все сделать незаметно без всяких гигантских хаммер объективов пожалуйста все ролики я сейчас монтирую на данный момент на macbook air и самым простейшим раньше конечно были какие-то виндовые ноутбуки но это такая морока вот на маке вот нантаж вообще тема хорошая но как бы это ни было странно на маке я монтирую не final cut а в premiere pro почему premiere pro не final cut ну потому что final cut у надо учиться и он всеми рабочими файлами забивает практически всю память а у нас бывает несколько проектов параллельно снимается но если ты начинающий видеоблогер то я тебе могу посоветовать для монтажа видео movavi clips очень простая программка там есть все вообще базовые функции цветокоррекция нарезка клипов добавление стикеров текста и музыки изменение скорости видео я ее когда себе скачал я даже там нашел шаблоны для инстаграма там есть вот формат квадратика вот этого инстаграмовский и вытянутый прямоугольничек для stories а я блин парился сидел в этом premiere сидел жаль что я в свое время не знал о movavi скачать это приложение вы можете бесплатно для android для ios также у них еще есть программы которые используются на mac и на windows так что ребята если вы начинаете вот знакомство с монтажом что-то вам самое простенькое надо сделать влог свой какой-нибудь смонтировать пожалуйста снимайте просто на телефон монтируйте в movavi и вообще будет никаких проблем не будете вообще знать горе а вот уже постепенно когда начнете выходить на нормальный уровень когда начнете вкладываться уже в блогерство то да покупайте камеру монтируйте уже более серьезных программах movavi на комп например знаете ребята как мы с евреем познакомились да все банально просто у нашего общего знакомого мы сошлись на дне рождения еврей тогда еще не был евреем он тогда был просто женей это его сценический псевдоним еврей июнь 2012 год лето я прихожу к своему другу на день рождения и встречаю там еврея который точно также пришел к своему этому же самому другу на день рождения как мужика познакомились это был обычный летний день 2020 год денюха нашего общего друга романа и думал подумать что после дня рождения мужика спишемся и начнем дальше общаться вот тогда был момент был случай помню это в 2013 год мы уже же как были знакомы целый год и у меня умирает отец я ему сообщаю что у меня папа умер он тут же приехал спустя пару дней он приехал чего вы думаете в квартире был сильный бардак просто было все за захламлено все было старыми вещами и он на своей спине на своем горбу старый диван кладовки всю эту грязь разбирал мы с ним все вместе выносили все это весь это хлам выкидывали вытрили весь этот хлам выбрасывали казалось бы кому то нафиг нужно все это кое-то там нужна ком вот чего он да ты его знаешь вы чего ты думаешь ему помогать а почему то почему вы думаете жек это помог мне интересно тоже нет я вот хочу вас спросить почему мне помог у него есть душа. Вот говорит, что рыжий, вот он все видосы говорит, что он рыжий без души. У него есть душа. Это он говорит на камеру, что у него души нет. Я знаю, что у него есть душа. И даже вы знаете, ребят, что не просто вот снимаем и видос на ютуб-канал, мы делимся своими личными проблемами. Что у него происходит, что у меня происходит. Даже вот совсем недавно Жека попал в больницу, я очень сильно переживал. Думал к нему приехать в больницу, навестить его и что у меня были какие-то личные проблемы. Мы со другом помогаем, советуемся друг другом, выручаем. Вот говорят, что у кого-то есть много друзей, у кого-то есть много знакомых, кто-то ездит постоянно тусить. А у меня вот есть всего один друг, это Жека. И вы знаете, вот он один друг заменит, ваших 100 друзей заменит. Вот один мой друг заменит 100 друзей. Вот такой вот он Жека-человек. А вы думаете, вот он такой дерзкий, такой злой, такой противный. Нет, он настоящий друг. Как бы вы там не говорили про него, я, поверьте, я знаю его много лет. Вот думаю, что вот все, друзья, это чисто побухать, потусить. Вы знаете, что вот есть друзья, которые никогда не предадут и никому не отдадут. Вот Жека вот тот самый есть друг, который никогда не предаст и никому не отдаст. Потому что он не отдаст. Ну, в общем, проходят годы, я знакомлюсь с Ютубом и понимаю то, что можно что-то и для себя поснимать. И пять лет назад мы с евреем начали всякие приколюшки записывать. Типа, что у нас в жизни происходит, всякая вот эта дича. Вот вы смотрите, вот это очень древние, просто эпичные кадры. Потом, через месяц, через два, мы решили уже заняться, когда потеплело на улице, мы уже решили заняться чем-то вот таким, снимать маленькие скетчики. Мы называли это историей мигранта. У нас даже было, может, пару выпусков на нашем канале, вот на вот этом, когда у него было еще до 10 тысяч. Но сейчас этого ничего нет. Сейчас вы, вот эти кадры, что вы видите, это эксклюзив. Это, знаете, из разряда тех роликов, когда ты снимал что-то давным-давно и тебе за это дико стыдно. Когда мне было лет 10, мне было лет 12, я дружил с другими ребятами, во дворе дружил. И я тоже, казалось бы, что я считал их тоже друзьями. Но когда мы выросли, они пропали, эти друзья, с детства. Появились другие люди, появились другие друзья. И они стали для тебя значными, значными в твоей жизни. Знаковыми в твоей жизни они стали. Но вот как-то однажды посмотрели мы на свои вот эти убогие ролики и решили, ну нафиг, надо заняться вот этим уже всем как следует. Я, Даша и еврей собрались в клевой пиццерии нашего города, где мы хавали самую топовую пиццу, собрали за таким круглым столом и начали обсуждать. Сели такие и все. Короче, я говорю, ребята, давайте создадим канал, и у каждого из нас будет свое шоу. Я буду делать шоу Джонни Кэтсела. Даша будет делать свое шоу «Психоз». Кстати, ни одного уже выпуска сейчас вы не найдете. Она ушла с канала. Вот, отвечаю на ваш вопрос. Она ушла с канала и попросила все ролики с ней удалить. Так что практически все ролики, где она есть, они удалены. На лайф-канале, может, что-то только осталось. А еврей, что дальше? А что еврей? А еврей думал, чем ему заняться и не мог ничего себе конкретно придумать. У нас не была история мигранта, но по просмотрам я понимал то, что не стоит этим заниматься. И однажды весной я нашел такой жанр на Ютубе, который называется «Пранки». И говорю, евреи, а давай ты у нас будешь зваться Женя Пранк. Он такой, о, нифига, что-то интересненькое. И вот с пранков мы начали, и все у нас пошло. Вот самый первый ролик сейчас на канале, это самый первый пранк. Вот вы еще спрашиваете, как мы находим барыг. Барыг я ищу на сайтах с негативными отзывами. Это, наверное, большая часть. Что-то где-то я нахожу в других источниках, но есть случаи, когда вы скидываете нам барыг. И такие случаи довольно частые. Так что, ребята, скидывайте барыг, но, ребята, не надо вам скидывать какие-то объявления из других городов. Мы как бы снимаем только в Екатеринбурге. Соответственно, все местные барыги, возможно, в дальнейшем, да, мы поедем в другие города, будет Москва, будет Санкт-Петербург, но это будет потом. Сейчас, ребята, только Екатеринбург. Вот такая вот, ребята, маленькая история нашего канала получилась. Мы вам рассказали историю нашей дружбы с евреем, историю, как мы начали, как мы и теперь на что снимаем. Порекомендовали вам хороший видеоредактор для начинающих видеоблогеров, Movavi Clips, дали вам советы. Больше полезной информации у нас в Инстаграмах, так что подписывайтесь, будем вас там ждать, у нас там проходят денежные конкурсы. В нашей группе есть голосование, кстати, по поводу девушки из прошлого видео. Она может вам сигны делать, так что, если хотите, то ссылочка будет в описании. И никогда не попадайтесь на уловки мошенников. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вот он, офф. Да я знаю это. Откуда ты это знаешь? Никакая не знала. Чисто случайно надо делать. Покажи ее со всех сторон сюда. И вот так покажем. А что, вы хайповать? Надо видео снимать. Надо же снимать. Здравствуйте. И вот так. Сейчас он приезжает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok